Вот так надо начинать, вот так, типа, как все известные блогеры делают, типа, что это за автомобиль? Вы его, наверное, не узнаете. Конечно же, это Range Rover. А нет, это Exit. Я стою, смотрю, смотрю, вообще никогда не мог бы себе представить, что когда-нибудь китайский автопром достигнет такого прям уровня. Илюс, вот, оператор наш даже думал, что это какой-нибудь Ford Exit, а не, как скажем, Cherry, да? Ну что, мы на этом начнем. Здравствуйте, с вами канал Шумология, меня зовут Ильяс. И у нас сегодня вот этот прекрасный автомобиль на шумоизоляции четырех колесных арок, четырех дверей и, конечно же, крышки багажника. Поехали! А салон, смотрите, какой красивый. Просто космолет. Вот это не просто наклейка, это реальный, мне кажется, алюминий, что ли. Он шершавый и холодный, значит, алюминий. Смотрите, здесь все кнопки, все-все сенсорные, здесь все сенсорные. Никаких кнопок таких обычных нет, кроме кнопки ручника. А? Как вам? Вот тебе, китаец. Вообще, в последнее время меня вообще поражают эти китайские автомобили. И, конечно же, у корейцев есть такие же модели, вот, прям последние. Здесь даже стоит Sony. Не какой-то просто китайский бренд, а Sony. Если бы, наверное, мы здесь делали салон, мы его, наверное, делали бы дня два. Точно. Хотя мы всегда говорим, что делаем за один день, но мне кажется, этот автомобиль мега сложный в разборе. Все вот эти элементы, все какие-то там подсветок очень много, то есть, вот они везде есть. То есть, и надо с аккуратностью все это разбирать. Доброго дня, дорогие друзья! У нас сегодня в выпуске Exit. А еще обратите внимание, вначале я был в шортах, а вот теперь у нас елка. Это значит, что прошло очень долго времени до выхода, и это время нам потребовалось для того, чтобы создать для вас новый продукт Evo Light Shumologia, который мы разыграем сегодня в этом выпуске. Не переключайтесь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В машине вообще целиком есть три арки. То есть, передние они похожи, задние и вот сторона бензобака. И эта сторона всегда делается сложнее за счет того, что здесь есть трубки, вот эти, проводка. Здесь вообще вот какой-то бачок стоит. Вот он тоже, который мешается. В принципе, если ослабить, он все равно как бы больше места не даст. Сейчас, что могу сказать, кто придумал эту арку, был конкретно извращенцем прям. Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. Она здоровая арка со всех сторон. С той стороны просто ровная. Здесь она поднимается вот досудово. То есть, и куда-то подсовывать, например, максимально цельными листами. То есть, вот эти места неудобно. То есть, все равно надо надрезать. Как вы видели, здесь были ворсовые, или как любит говорить Рамиль, флисовые подкрылки. То есть, значит, второй слой, Comfort 6, будем монтировать на металл. То есть, на ворсовые или флисовые Comfort 6 не клеится. Ну, в принципе, такая большая арка и звонкая. Здесь уже как бы металл потолще, чем вот здесь. Вот такой. По башке себе стучим. Прикольно. Ну, первый раз как бы все равно интересно этот автомобиль делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что, друзья, пришло время у нас для разбора дверей. К сожалению, это все, что открылось, сзади уже разбирают. Так, здесь, смотрим, здесь резиночка есть, то есть декоративная. Под ним видим саморез. Раз, крест. Это уже радует, потому что крест, это, как скажем, проще. Вот здесь еще два есть. Раз и два. Тоже под крест. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лайк. Мне это нравится. И вот здесь я смотрел. Мне кажется, там пищалка должна быть. И вот эту, если накладку снять, там, скорее всего, будет саморез, потому что он, ну, прям такой неродной, неестественный какой-то. Дээ, крест. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот надо вытащить. Три-игольничек. Сидит плотно прям, ну, очень хорошо. Один железный пистон, а дальше уж пластиковый, нормально. Три штуки. Так, дальше она остается на месте. Ну, я думаю, нам надо будет сейчас его пластиком повернуть. Вот вместе. Ага. Тяжело. Ага, пошло. Дальше уже ловкость рук, как говорится. Штоны жесткие прям. Ну, как сказать. Хорошо, что это хорошо держится. Оп. Оп. Ну, тросик. Есть. Разъемы обычные. Ничего такого. Так. Здесь, смотрите, как много. Синтепона немного, а он большой тут кусок. Сравнить его можно даже, не помню, с чем, наверное, с ринжом, что ли. Там такой, смотрите, он вообще, как ковер толстый еще. Так, необычный такой. Это хорошо, что он есть. И пластик тут не жидкий, а в смысле уже, да, реально, вот пластик, пластик хороший. Ну, и, естественно, здесь полиэтилен, это влагозащита на мастике. Это все, то есть, отдирается, все убирается, все делает. То есть, и смотрим сейчас внутри, посмотрим, интересно. Вот он здесь. Так, у нас внутри здесь вот такой вибродемпфер. Большой достаточно. Сейчас мы еще динамика доснимем, покажем. Ну, два их наверху здесь тоже есть. Прям, ну, на плоскости хорошо лежит. Все на крест. Безопасности здесь нету. Ну, то есть, раздатчик имеется в виду. Пока наблюдайте. Сейчас дальше будем. Еще обшивку вам покажем, как все красиво делается. Ну, все, вот, убрали, демонтировали динамик, полиэтилен. Смотрим, что здесь. Ничего нету, кроме, как я и говорил, двух вибродемпферов там внутри. Вот, и вот два листа таких больших на большой плоскости лежат. Больше ничего нету. Кроме проводов очень много. Я не знаю, с чем это связано. Электроники получается очень много. То есть, здесь прям косая идет. Я не знаю, как она опускается. А, ну, стекло, в принципе, небольшое. Вот оно, до сюда опускается. Как так. Дальше вот наблюдайте, как это будет делаться вибродемпфером. Ну, начинаем мы обшивку. Убираем синтепол полностью. Он нам не нужен. Вместе у него у нас будет Altima 15. Что нам надо сделать? Это надо нам утяжелить, завибродемпфировать весь пластик, звонки. Чтобы пластик не уходил в резонанс. То есть, если какие-то шагрени будут на асфальте, потому что асфальт же у нас, как сами знаете, не идеально гладко. И чтобы она не звенела. То есть, все вот эти. Сделать его ближе к похожему дереву, наверное. Чтобы стала глухая. То есть, вибродемпфер у нас будет здесь. Ну, на плоскостях. То есть, здесь. Вот сюда сейчас закинем. И еще, наверное, вот сюда. Ну, я подготовил. Сейчас прям положить только осталось. И, как говорится, прикатать. Так, чуть не забыл. Перед вибродемпфером мы обязательно заобезжириваем. То есть, жирка, тряпка. Все, проходим. Те места, которые мы будем монтировать. Вибродемпфер. Это для лучшей отгазить. То есть, хотя у нас мастика и так вот такая вообще. Прям не оторвать. А как понять вибродемпфер? Как положить? Вибродемпфер мы обычно выбираем, ну, я. Это те плоские места, то есть большие. Где может уйти в резонанс, как я уже говорил. То есть, вот сюда в ребро мы не будем монтировать вибродемпфер. Потому что это и так жесткое ребро. Плюс спаянно. То есть, а вот здесь она звонкая. То есть, нам надо его утяжелить. Вот здесь вот тоже есть такой же участок, как и вот этот сам карман. То есть, все. Мы же не можем это все сделать в ребра. И в этом и смысла нет. Шумов М2. Все. Четко. Осталось только прикатать. Терминная прикаточка. Что такое прикатка? Прикатка, это мы выгоняем воздух из-под вибродемпфера. То есть, чтобы под мастикой не остался воздух никакой. Его не надо там усмирить, в ноль прикатывать. Там некоторые пишут комментарии или спрашивают. А почему? Типа, у вас же вот кубики видно. Кубики предназначены не для этого, чтобы их усмирить, то есть, в ноль закатывать. Так, у нас первый слой готов. Обязательно делаем фотоотчет. Это фотография, чтобы можно было отправить гостю, как закончим автомобиль. Чтобы вы могли насладиться всеми красотами, которые мы для вас делаем. И все. У нас идет Altima A15. Опа-на. Вот широкий край? Да, начинаем вот с угла. Все, от угла до угла, как говорится. Широкой или широкой? Укладываем его. Стараемся придать форму. Перед этим не забываем посмотреть, где у вас были разъемы, подсветки. Потому что потом искать под Altima A15 это не очень приятно. Все, укладываем, укладываем. У нас обивка широкая, из-за этого чуть-чуть не хватило. В основном у нас этого хватает. Дверь большая, насколько вы, наверное, заметили уже. Нереально. Все, вырезаем все пистоны. То есть, это обязательно. Нам не надо, чтобы вот так оставалось на пистоне. Потому что мы потом не сможем обивку нормальную защелкнуть. Она будет отщелкиваться. И это все вызовет негативные эмоции. Итак, друзья. Эво. 2.0. 3.0. 4.0. Три вида толщины. Соответственно, два разных формата. Я это называю Small Block. Упаковка, которая состоит в толщине 2 мм из 15 листов, 3 мм из 10 и 4 мм из 8 листов. И вот такой вот Big Block. Упаковка, которая состоит в 30 листах при толщине 2 мм, в 20 листах при толщине 3 мм и в 16 листах при толщине 4 мм. Открывая его попросту, мы здесь находим вот такие вот листы вибродемпфера с оригинальной бумагой By Shumologia. Соответственно, стоимость этого продукта вас приятно удивит. Ее вы можете узнать на сайте shumologia.ru, а также на площадках Ozone, Wildberries и других маркетплейсов. Просто пишите Evo By Shumologia и находите данный продукт. Если вам надо побольше, в количестве 30 листов, так будет выгоднее. Если надо поменьше, в количестве 15 листов. Ну а совсем скоро мы узнаем счастливого обладателя редких материалов. Конечно же не забываем вырезать динамик. Я сам лично, у меня был случай на BMW. У них средний частотик маленький, то есть здесь, а остальное у него мидбаса под сидушкой. Я закатал все маленький, все поставил, все проверяем автомобиль. Что-то не то. С одной стороны нормально, а с другой стороны где-то слышно далеко вообще. Главное, там сетка снимается отдельно. Ну вот эта сетка с той стороны. Хоп, сетку сняли, вырезали. Там просто гермитон заболошился. Такие ситуации бывают. В те места, которые у нас не хватило, добавляем полоску. Можно добавить полоску, которая осталась вот отсюда. То есть она как раз подходит под это. Даже чуть-чуть лишнее будет. Вырежем. Ну и дальше у нас идет наш тоже фирменный материал. Это шумологи скрипов. Продается в виде лент. В комплекте две штуки. В комплекте две штуки, да. Мы его монтируем по контуру обшивки. То есть, где пластик соприкасается у нас с металлом. Чтобы на новых автомобилях как бы это предотвращает скрипию в дальнейшем. А на старых уже устраняет скрипущие обшивки. Вот таким. Идем потихой. Ювелирно работает. Нам же надо, чтобы она не торчала с той стороны. Чтобы все было все отлично, красиво. Торопиться тут не стоит. Ну все. Здесь у нас есть фуфовки вкусовые. Под отверстие. Точнее под самолезы отверстие вырезаем. Оп. Вот она готова. Вспоминаем про разъем. Вспоминаем. И вытаскиваем его. Все готово. Так, и у нас еще вот здесь где-то был. Сейчас мы его найдем тоже. Таким макаром. Все готово. У нас тоже тут разъем свободный. Нам же еще надо под ручку вырезать. Здесь у нас будет тросик. Ну все. Фотография для вас. И обшивка готова. Так, друзья. Вибродемпфирование крышки багажника. Шумов. Лайт 2. 2. Это 2 миллиметра. У нас мастика красная. Она облегченная. Она очень прям реально легкая. На 20% легче, чем обычный М2. Для чего это делается? Чтобы не было тяжело у нас автоматики. Особенно зимой. Моторчику, которая все это поднимает. И газовым упором, если есть. То есть моторчик, если нет автоматизации. Также делается полностью скорлупа. Обрабатывается. Прикатывается. Дальше у нас здесь окошки не закрываются. Чтобы опять не было тяжело. Дальше делается сама крышка багажника. То есть сам пластик изнутри. Также лайт 2. Частичное вибродемпфирование. Это где-то порядка 2 листов. На пластику ходит. Если это система Rolls-Royce, как у нас. Также идет у нас Altima 15 внутри. И антискрип по контуру. Все прям одинаково, как на обшивке двери. Здесь тоже очень неплохой такой кусок синтепола лежит. Большой. Прям скажу, не во всех автомобилях это все наблюдается. Она обычно просто вот такая пустая. Пластик довольно такой армированный. Это сам по себе это очень хорошо. Потому что она не будет настолько резонировать, как, например, просто пустой пластик. На раннюю, конечно же, обезжиренную поверхность вот таким макаром лепим. Оп-оп. Все формы повторяем. И дальше у нас остается только прикатать. То есть каждый кубик прикатывается. Никаких проблем. То есть просто надо не лениться. Все, выгоняем воздух, как я раньше говорил. Все прекрасно получается. Вот у нас есть заключительный слой Altima 15 по всей поверхности. Ну, в принципе, все то же самое, как и на обшивке двери. Также Altima. Поверх него антискрип. Скрипов наш материал. Компания Шумология. Все так же по контуру вырезаем пистоны. Чтобы все это было. Вырезаем отверстия, если они есть. И ставим, идем обшивку на место. Только сделаем фотографию. Смотрите, как я сделал. Он мне сказал так сказать. У нас вот этот пластик, он сам по себе тоже большой. То есть тоже резонирует. И естественно, под ним у нас есть L2. И поверх него Altima 15. И антискрип, конечно же, по контуру. Чтобы не гремело, не скрипело крышка багажника. Все-таки пятая дверь. Особенно на кроссоверах, хэтчбэках. То есть если это седанах, как-то еще не слышно. А вот на таких автомобилях его очень даже слышно. Ну что, друзья, Exit. Когда Range Rover получается, точнее не Range Rover, Range Rover это Exit. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Когда Rolls-Royce ушел из страны, все, конечно же, расстроились. Но в шумологии Rolls-Royce остался. И вот, собственно, на этом Exit, почти как Range Rover, только Exit, мы как раз делаем полный шум изоляцию по системе Rolls-Royce. Замечательно, что китайский автопром еще остался и никуда не ушел. Потому что тогда мы Rolls-Royce будем делать разве что на Prior, наверное. Что тоже бывает, но редко. На самом деле, я честно заглянул. Опять же, Range Rover, да, смотрите, внутри. Я заглянул и офигел. Ну, реально прикольно сделано. Все очень красивое. Все приятное. Да, там стежечка немножко, может быть, не фонтан. Но в остальном, я считаю, что очень даже замечательно. Мы уже, кстати, сделали шумоизоляцию, снимаем в конце. Сейчас Илья с вами еще расскажет дополнительно, что же здесь было проделано. Но мне очень нравится. И самое главное, что вот здесь вот можно поправить. Сейчас еще финишно будем финалить машину, проверять по чек-листу. Антискрипт, видите, немножко еще виднеется. В остальном абсолютно его нету. Сейчас ребята все это будут проверять и поправлять. Потому что все работы, когда мы заканчиваем, мы их обязательно по чек-листу проверяем. Все отсматриваем, показываем. И в том числе, кстати говоря, фиксируем различные дефекты на фотографиях. Здесь, к сожалению, такой дефект имеет место быть. Хотя машина свежая. Смотрите, забронировали полиуретаном погрузочную часть. А вот здесь вот загиб вот этот не забронировали. И именно его в процессе эксплуатации, к сожалению, повредили. Но мы это зафиксировали. Это не наше хрукдело. А то часто люди думают, что кто последний, тот и папа, что называется. А в шумоизоляции все, что случилось после шумоизоляции, случилось когда. Правильно? Из-за шумоизоляции, во время. Так что... Сейчас Ильяс подытожит видео. Кстати, двери в Rolls'е по ощущениям легче, чем у меня на BMW. И очень удобно на этих автомобилях, что порог всегда чистый остается. Чистый, а чистый, но... Пустой. Да. Вы знаете, смотрите, смотрите, видел, да? Вот это... Как блогеры любят же у нас все за эту тему сегодня. Видишь, нет? Да. Со стойкой, да, еще, наверное, так показывали примеры. Опять же, не знаю... Здесь, кстати... Здесь, кстати, пожестче, да. Вот здесь, внизу, наверное. Да, во-во-во. На самом деле, ничего такого в этом страшного я не вижу. Это полный элемент, в нем есть ребра жесткости. И хоть оно так и двигается... Идем, кстати, на BMW посмотрим, двигается так, нет? О, так же двигается, смотрите. Сейчас владельцы Mercedes напишут, ну, это же BMW. Все понятно. Так что ничего страшного в этом нет. Но машина, в принципе, не обладает же какими-то внутри наполнителями, там, какими-то супер-шумками? Супер-шумками нет. Это обычный синтепол, как я уже показывал. На обшивку? Да, на обшивку, на крышку. Толстая? Про полы мы не разбирали, не могу сказать даже. А, мы здесь не все делали? Нет, тут четыре двери, крышка багажника и... А, я вас обманул. И у нас арки еще. То есть, офф-пакет плюс добавлена крышка багажника. Все это сделано в Rolls. То есть, офф-пакет это такое хорошее сочетание в соотношении цена-стоимость-эффективность. Так что ждем мы еще китайцам, чтобы сделать уже полную шумоизоляцию в Rolls уже всего салона и максимум, так сказать, комфорта вам дать. Итак, розыгрыш. У нас будет три приза, три вот такие вот пачки, три биг-блока. В принципе, толщину, я думаю, вы можете сами выбрать. Либо двойку, либо тройку, либо четверку. Выбираем по такой пачу. Почуя, и три человека. Давайте смотрим. Стартуем. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь в настройках. Выбираем комментарии и проверяем подписку. Поехали. 464 комментария обработали. Спасибо вам всем за то, что смотрите, пишете и проявляете свою активность. Давайте. Барабанная дробь. Пока грузится, оцените елочку. Кверх ногами, между прочим. Итак, отбросы блатуют. Человек с аккаунтом отбросы блатуют, пишет эво, как в правилах, в общем-то. И получает один вот такой биг-блок. Дальше переходим. Давно хотел учусь на ваших видео. Спасибо вам, Василий, и он также написал эво, и также получает упакованку. И давайте победителя нашего. Эво, как всегда, великолепная работа. Роман, спасибо вам большое, что смотрите нас. И с наступающим Новым Годом. Поехали дальше. Ну что, друзья, здесь у нас проделан, как мы уже до этого вам сказали, офф-пакет. Четыре двери, четыре арки, плюс крышка багажника. Комплект материалов, если бы вы это делали самостоятельно, расчет мы вам прикрепим обязательно, или вот иллюз сюда вот ставят, куда-нибудь. На четыре двери комплект материалов будет стоить 8568 рублей, если вы это захотите сделать самостоятельно. На арке снаружи наш классический комплект это 6522 рубля. И на крышку багажника 1425 рублей. Все вместе получается 16515 рублей. Это вот весь комплект материалов, который вы можете у нас приобрести с бесплатной доставкой в ваш город. В принципе, это уже доступно в 5000 рублей. Практически во все города это работает. А у нас в студиях шумологии это сколько стоит? Это у нас стоит 36720 рублей. 36720 рублей. То есть вы получаете весь этот объем работ, получаете гарантию. Соответственно, на год от скрипов, дребезгов и любых других замечаний, которые могут так или иначе возникнуть, все-таки не надо забывать, что это сделано руками человеческими, хоть и специализированными, но руками. И поэтому здесь надо просто это адекватно оценивать, понимать. Но в целом наш большой опыт позволяет делать это стабильно, без косяков. Илья с вами тоже что-то хотел еще рассказать по проделанным работам. Так, у нас это получилось сделать за один рабочий день, офисный рабочий день. Это с 9 часов утра и 5 часов у нас. Еще 5 нету, полпятого. Я ожидал, конечно, что мы будем это делать еще дольше и дольше, потому что автомобиль первый раз к нам заехала и думал, намного будет сложнее. На самом деле нет. Плюс-минус, как корейцы, двери, арки, то есть со стороны бака только оказалось, что чуть-чуть больше материал уходит, чуть поглубже там сделано. Сама арка, то есть в принципе все очевидно. Саморезы, крест наш любимый и поехали. Ну, салон, если у нас будет, то обязательно снимем. Я думаю, там уже намного будет сложнее, чем обычный корейский, типа как. А ты показал, как разбирать? Спортэйш. Да? Да. Все, он показал, как разбирать. Там вообще класс. Три самореза и чик выдернул. Заказывайте материал, если страшно, к нам, к Ильясу, Крамилю, обращайтесь и все сделаем. И вот это вот. Та-дам-та-дам-там. Чик.